Девушки отдыхают 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 И мы видим результаты со стороны ВСУшника, что они делают. Иван, Николай, они швидко сняли рюкзаки, он в Донецку теракт за терактом. Не пущу вас туда учиться. Не скигнуть мне, да лучше, как лохи в Киев или Харьков поедете. Наверное, так они себе это представляют. Но давайте еще подробности почитаем. В 9 часов утра местными жителями было обнаружено на улице Щорса, в жилом секторе, вблизи пищевого колледжа, взрывное устройство с дистанционным управлением. Оказывается, бомбу нашли в 9 утра, а сработать она должна была, внимание, когда люди пойдут на работу, поведут в садик детей. Вот же зверюги фашистские. Предположительно, оно должно было сработать утром, когда жители идут на работу и на учебу. Но очевидно, до 9 утра в центре города никто не проходил, иначе почему адская машина не сработала? А пока Басурин с компанией придумывают отмазки, мы вам расскажем почему. Просто эти смешные не умеют продумывать свои фейки. Причем это в равной мере касается и Донецка, и Луганска. Ласка вопрос ему. Бравый майор Марочка, который на прошлой неделе завирался и разоблачал себя же в истории с задержанными вояками из России. Заявляю, что это ложь, весь личный состав народной милиции в наличии, потерь нет. Официально заявляю, что похищенные военнослужащие являются гражданами Луганской народной республики. Военнослужащий народной милиции, гефрейтор Хагеев, который на данный момент находится в креду, добровольно вступил в ряды народной милиции Луганской народной республики. На этой неделе лихо зашкварился снова, ведь иначе как эпическим зашкваром феерическую историю с «Жигуленком» якобы диверсантов не назовешь. Поступило сообщение о нахождении подозрительного автомобиля на выезде из Каменобродского района города Луганска. Ну что вам сказать, граждане, откровенно туповаты и совсем без фантазии. Они даже не способны придумать нормальную обертку под московские вбросы. В итоге у этих смешных диверсанты вечно что-то теряют. Если в прошлом месяце это был телефон со всеми доказательствами... У следственной группы имеются видеофайлы момента сожжения автомобиля, полученные в результате обнаружения сотового телефона одного из диверсантов, недалеко от места сожжения. То на этот раз бинго! Видеорегистратор! Обнаружены и изъяты специальные знаки различия украинской армии и видеорегистратор выведены из строя. Согласитесь, удивительно забывчивые диверсанты, но вечно все теряют. Надо, видимо, в стране ОЗ страшилу попросить, чтобы он либо диверсантам молнию на карман пришил, либо по старинке мозги смешному морочков ставить. Но забывчивость это так, плюшками побаловаться. На самом деле украдиверсанты крутейшие в мире. Маскировка это не для них. Сейчас вон вам специалисты расскажут. Автомобиль марки ВАЗ-2101 с номерами Винницкой области был обнаружен в лесополосе вдоль проселочной дороги. Машина с винницкими номерами. Какие еще доказательства нужны? Из главного управления разведки нам вообще прислали фото первоначального состава диверсантов. Но, видать, в последнюю минуту расклады поменялись и пришлось диверсантов заменить. Ага, зато винницкие номера как были, так и остались. А еще знаки различия украинской армии. Обнаружены и изъяты специальные знаки различия украинской армии. А теперь просто минутка логики. Ну какой диверсант поедет в тыл врага, да без шеврона? Это ж совсем не палевно. Хотя в целом мы не удивимся, если в следующий раз условный морочек бригадный флаг найдет. Ну или портрет Бандеры. Ну и вишенка на тортик, так сказать, фаталити. По легенде, убогих украдиверсанты выслеживали сотрудников ОБСЕ. А зачем? Ха! Да естественно, чтоб подорвать. Удалось восстановить данные, полученные с видеоустройства, которые свидетельствуют о подготовке к покушению на представителей мониторинговой миссии ОБСЕ. В итоге они даже якобы нашли мину, якобы заложенную украми для наблюдателей. Сотрудниками МГБ была обнаружена и обезврежена мина. Именно этим ленивые луганские балбесы закопали себя окончательно. Смотрим видео, опубликованное 4 июля. Подпись тоже не оставляет сомнений. А теперь то самое, обещанное фаталити. Убогие просто поленились снимать свежее видео под новый фейк и, нисколько не смущаясь, нарезали сюжетик из старых кадров. Полюбуйтесь, вот дата заливки. И, конечно же, полеэкран, чтоб каждый мог убедиться, что видео одно и то же. Ну и вопрос на засыпку. А вот в чем смысл так подставляться, имея якобы реальных диверсантов с миной? Ответ дайте сами, а мы лишь отметим, что конкретно на этой неделе Донецкие в битве фейков все же победили Луганских. Басурин в падении через себя оформил дубль. Тот случай, когда опыт победил молодость. Чем отличается профессионала? Даже если он заказан, он эту информацию преподнесет так, чтобы она казалась правдой. Если в первых двух историях мы просто хохотали до упаду, то третья уже пошла через боль. Хотелось даже обратиться с просьбой к врачам Донецкой клиники Победа. Ребят, надо рассмотреть варианты принудительного лечения Эдуарда с товарищами. Болезнь явно прогрессирует. Украинский майор попался на подготовке диверсий на конуе Большой двадцатки. Если раньше они хотя бы пытались лепить фейки, придерживаясь хоть какой-нибудь логики, то сейчас это уже типичная прогрессирующая шизофрения. И это без всяких преувеличений. Вот, посмотрите, например, как якобы украдиверсанты в Донецк якобы ходят. Лохов нет прямо в форме, да со знаками различия ВСУ. Небось, еще и парашют за спиной болтался, да ну а че? Ну ладно, предположим, этот типа диверсант, как Мэри Поппинс на зонтике перелетел две линии обороны боевиков у Песок, но дальше-то как? Прям вот так в форме по Октябрьскому пошел. Сотый уровень маскировки. Но самое крутое было даже не в этом. По рассказам упоротых, диверсант должен был заниматься вербовкой. Украинский майор приехал в ДНР вербовать местных правоохранителей и военнослужащих. А видимо, чтобы он во время вербовок не скучал, командование зачем-то вручило мужику внимание секретные документы о подготовке атаки на святую Дырляндию. Украинский военнослужащий в этот день получил документы, при себе их имел. Зачем диверсанту дали секретные документы, которые вообще не имеют отношения к его заданию? Ну как зачем? Но все так же делают, это ж так логично. И это мы еще к мелочам не цепляемся. Вы же сами о суперподготовленных американцами спецназовцах рассказывали. Подготовкой и 8-го полка, и других подразделений спецназначения занимаются военные инструкторы из Литвы, США и других стран НАТО. А в итоге получается, на сверхважное задание Укра отправили обычного пехотинца из 128-й, да? Так ее и у Песок давно нет. Привет потешной суперразведке Басурина. Короче, просто слабаки, пинать которых уже даже не особо интересно. Украинский офицер при задержании не оказал никакого сопротивления и сразу начал давать показатели. Ну-ка, зайцы, и где ваш супердиверсант с документами? Чем там рассказал про коварные планы Украины? После получения нами от военнослужащих вооруженных сил Украины секретных документов офицер был отпущен. Ээээ, а мы это, эээ, его отпустили. И опять же, авоська целая вопросово, к чему такая щедрость? Где привычные допросы на камеру? Почему других не отпустили? Нам кажется, ответ на поверхности. Их работа это вранье, а природная тупость просто не позволяет делать это сколь-нибудь правдоподобным. Как говорится, закопались, и выгребать с каждым новым враньем все сложнее. Смотрите далее в программе. Белые нитки по-итальянски, кремлевские оргазмы. Почему Москву так воодушевило задержание украинского солдата? В Италии арестован украинский военный. Сколько очевидных ляпов допустило следствие? Журналистов крыли гранатометы. Просто не понравилось, что итальянец запечатлел их объект. Это антизонки. Территория без пропаганды. Пара кислых новостей с Украины. Мы всегда стараемся брать актуальные темы. Даже если на первый взгляд они, мягко говоря, неприятны для Украины. И это уже шок. Вот и на этой неделе, глядя на массовые оргазмы федеральных каналов... В Италии арестован украинский военный. Это подтвердили в Киеве. Там выразили протест. Украинец Виталий Маркев арестованный в Италии по подозрению в причастности. Гибели в Донбассе фоторепортера Андрея Ракелли отказался говорить на допросе. Было бы нечестно делать вид, что ничего не происходит. Тем более, что даже беглого взгляда на дело хватит, чтобы понять, граждане просто не в теме. Ведь чем-то другим просто невозможно объяснить такое число фейков и несоответствий. Но давайте обо всем по порядку. Для начала напомним для тех, кто не в теме, исходные данные. В мае 2014 года два журналиста и один переводчик приезжают к железнодорожному переезду возле Славянска. Заблокировал проезд для БТР. К тому моменту переезд заблокирован боевиками. На железнодорожных путях стоят вагоны. Это не просто передовая, а самая передовая. Видео валом. Смотри, не хочу. Украинские военные при этом находятся на горе Карачун. Расстояние по прямой больше километра. Пока просто запомните это. Чуть позже мы к этому еще вернемся. Сепаратисты, которые изначально использовали вагоны как укрытие. Эти вагоны на железнодорожном переезде были прикрытием для ополченцев. После их разрушения окапываются неподалеку. Это же подтверждает и раненый французский журналист, который, убегая, наткнулся на боевиков. Тут я оказался перед группой из примерно 20 пророссийских солдат, которые только что сюда подошли. То есть на момент гибели Андреа Ракели железнодорожный переезд был такой себе серой зоной между двух огней. Дальше началась стрельба с двумя трупами в итоге. Что и как будет выяснять следствие в Италии, мы сейчас сделаем акцент на очевидных несоответствиях, как в прессе, так и в материалах дела. Начнем с итальянской Ля Репаблики, на которую сейчас так любят ссылаться все кремлевские ЗМИ. Мол, вон, смотрите, европейцы-то уже вас прихватили. Ну что ж, давайте почитаем. Это было прицельное нападение, говорит мама Андреа. Андреа был убит при взрыве гранаты в тот момент, когда он фотографировал стоящий на путях поезд. Андреа убили при взрыве гранаты, цитирует Ля Репаблика, маму погибшего журналиста. Все хорошо услышали. Гранаты. То есть стреляли из гранатомета. Итальянский журналист снимал на Донбассе конфликт между силами регулярной украинской армии и пророссийскими боевиками самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Во время работы он был убит выстрелом из гранатомета. При этом по другой версии стреляли уже из миномета. Ракель и Миронов в поселке Андреевка попали под минометный обстрел. Гранатомет, миномет, да какая разница? А на самом деле разница огромная. Это и дальность стрельбы, и разные виды осколков. Но главное здесь в другом. Люди собираются судить человека, но по всей вероятности совершенно не в курсе, из какого вида оружия стреляли. Или вы хотите сказать, что мама Андреа настолько не в теме происходящего, что в свежем интервью не знает, из какого оружия убили ее сына? Андреа был убит при взрыве гранаты. Здесь наверняка многие умники скажут, так а че же Украина за столько времени не провела экспертизу? Первый ответ украинских властей это просто жалкая отговорка. Мы готовим новое требование о проведении повторного расследования, чтобы изучить распечатки некоторых телефонных звонков, заново провести баллистическую экспертизу и получить показания других свидетелей. Хотя очевидно, что вопрос не совсем корректен. Но хотя бы потому, что доступ к месту событий Украина получила спустя минимум полтора месяца после трагедии. Ракелли убили 24 мая. Гиркин вышел из Славянска 5 июля. Стоит ли говорить, что к тому моменту ни воронок, ни осколков уже не было? Совершенно очевидно, что понять, что было в Славянске, когда мы не контролировали ситуацию в городе и когда там находился Стрелков, невозможно. Более того, я думаю, пройдут еще годы и вскроются абсолютно страшные вещи. Просто, чтобы все понимали, экспертиза на войне – это не в кресле языком чесать. Наблюдатели ОБСЕ на секундочку профессиональные военные и то не всегда могут определить направление стрельбы даже по свежим воронкам. А о том, чтобы определить направление стрельбы спустя полтора месяца, речь даже не идет. И это при том, что ОБСЕшники хотя бы четко знают, где чьи позиции. Чего не скажешь о журналистах, освещающих дело. Андреа был убит при взрыве гранаты в тот момент, когда он фотографировал стоящий на путях поезд, захваченный украинскими военными. Это опять «Ля Репаблика», где черным по белому написано, что итальянец был убит, когда приблизился к поезду, якобы захваченному украинскими военными. Фотографировал стоящий на путях поезд, захваченный украинскими военными. То есть граждане вообще не в теме. Они не в курсе, что территорию у поезда контролировали боевики. А у вас нет бинокль вообще? А у луга попутал. Но читаем дальше. Андреа сказал мне, что тот поезд был нужен для того, чтобы препятствовать въезду танков. Поезд был нужен, чтобы не прошли танки. Какие танки? Те два танка, что были у Гиркина? Но вы же четко написали, что украинские военные контролировали поезд. То есть каждое следующее предложение противоречит предыдущему. Они пишут информацию, которая сравнивает табуретки с помидорами и пытаются впихнуть невпихуемое. Так не бывает. Это часть агитационной информационной кампании. Признак абсолютного непрофессионализма и признак того, что мы имеем дело с заказным претензиозным материалом. К чему мы это все? Повторим еще раз. Люди, которые берутся судить человека, не знают элементарного. Чего уж там о более сложных вещах говорить? Ну и, конечно, полное непонимание того, что это не криминал, а война. То есть даже если предположить, что версия о минометах Скорочуна верна, то возникает простой вопрос. А могли ли украинские военные разобрать, что за люди оказались в серой зоне, там, где ежедневно шли ожесточенные бои? На этом переезде стоял так званый славянский бронепоезд, с которого сепаратисты обстрелывали украинских войсков. Это видео канала BBC. Один из заблокированных переездов и озвученное расстояние до Карочуна. До Карочуна, звезды, близко километра. Километр только до подножья, а украинские солдаты в большинстве своем находились наверху. По сети гуляет вот такая фотография с видом с Карочуна на завод «Зеус Керамика». Это совсем рядом с местом гибели Ракели. Скажите, вот вы можете видеть на несколько километров? Мы предполагаем, что украинские военные не сверхлюди и тоже не могли. Тем более, что и журналисты, и переводчик не одевали жилетов с надписью «Пресса». Пребывание корреспондентов под Славянском с украинской стороной якобы не согласовывалось. То есть с таким же успехом на машине могли подъехать боевики, достать РПГ и выстрелить по Карочуну. И мы бы хоронили тогда солдат. Правильно? Еще раз, это не центр города. И не жилой двор. Это место боестолкновения, где люди до этого больше месяца убивали друг друга. Если ты идешь туда без всяких аккредитаций и опознавательных знаков, то это игра на жизнь, которую, к сожалению, эти люди проиграли. И вывод отсюда очень простой. Война не место для авантюризма. Война – это там, где у каждого на кону стоит жизнь. И чтобы кого-то судить, нужно как минимум побывать там и разобраться. Иначе получится прям как в этой истории. Слышал звон, да не знаю, где он. Смотрите далее в программе. Тест на терпилу по-новоросски. Сколько продержатся без денег шахтеры Донбасса? Работа по увеличению угольного фонда республики продолжается. И почему процветание по телевизору на деле оказывается бесплатными отпусками? Это развитие экономики республики. Это антизон. Территория без пропаганды. Говорим сразу, это будет злой и жесткий сюжет, потому что вот эти упоротые лизуны у кормушки. В первую очередь, как благодарные жители, хотим выразить низкий поклон и огромное человеческое спасибо. Здравомыслящие люди во всем мире все чаще прислушиваются к вашим словам. Как пригорит, так всем колхозам быстренько убегут в Ростов, оставив после себя не просто разруху, а территорию, которая вполне реально может быть непригодна для жизни. Вы настолько сильно и неразрывно связали свою жизнь, свою судьбу с Донецкой Народной Республики, что вот вопрос о будущем республике я поставлю так. О чем вы мечтаете, Александр Владимирович? К фактам мы перейдем чуть позже. А для начала отметим, что говорит на черное, это белое, могут люди напрочь лишенные каких-то принципов. И это мы уже не красного славца ради. Обратите внимание на вот этого клоуна. Еще недавно в студии одного из украинских каналов он из трусов выпрыгивал, рассказывая о боевиках и террористах. Террористы захопили. Террористы намагаются. Террористы. Террористы на Донбассе. Теперь же Хоп Хэй Ла Ла Лэй заседает прямо с внучком исландской бабушки. Это прямой эфир и это прямая линия с главой Донецкой Народной Республики Александром Владимировичем Захарченко. Причем обратите внимание на камуфляж, так и хочется спросить, на каких фронтах сражаешься опасный. Смотрите, вот видите, он сейчас в форме. Форму просто так не носит. Я только, понимаете, ты воевать пошел? Да. Разве что шрама на лбу не хватает. Я на колчаковских фронтах ранен. И вот такая шариковщина и переобувание там тупо во всем. Куда ни плюнь, везде одно сплошное процветание, причем доходит до абсурда. Вы только послушайте, что швабра, привязанная Сурковым к креслу, отжигает. Темпы строительства нашей прекрасной республики, они, наверное, удивительны для всего мирового сообщества. Строится республика рекордными темпами. Весь мир вон завидует. Такими темпами, как строим мы, наверное, не строил никогда никто в мире. И здесь уже, извините, нельзя без обсценной лексики. Что ты, ёшкин кот, построил? Строитель ты великий. Может, завод какой открылся новый? Или бизнес-центр забабахали? Давай, Санчо, порви украсми пруфами. Тут главное, чтобы языки холопов, допущенных к корыту, не порвались. В Донецкой Народной Республике, как по мне, это с углом вам мнение, повезло с руководителем, повезло с лидером. От этого уже идёт всё остальное. Предприятия будут работать, люди будут получать зарплату, будет поставляться сырьё и уходить от нас готовые продукции. На прилавках Москвы будут лежать продукции, произведённые в ДНР. По факту же, помимо привычного балабольства, ровно ничего нет. Граждане эти пришли на всё готовое под лозунги «Хватит кормить бендер». У нас тут всё есть. У нас представлены все, ну, вот начиная от Швейцарии, заканчивая морем. Вот начиная от Швейцарии, заканчивая морем. Но спустя три года сами живут исключительно за счёт денежной помощи из России. То есть не то, чтобы бендер или кого-то ещё. Себя прокормить не в состоянии. Мы получили всемирную помощь со стороны России, и эта помощь и помогла, и помогает нам выжить. Причём каких-то видимых перспектив для прорыва просто нет. И это не потому, что хохлам завистливым так хочется. Сами почитайте эти смешные отмазки. Мы усиленно работаем над тем, чтобы остановленные и брошенные ранее собственниками промышленные предприятия были запущены вновь. Алексей Грановский. Тю, да какая национализация. Хорош врать укропу. Не отжимали мы ничего. Это сами собственники заводы бросили. Остановленные и брошенные ранее собственниками. А значит, с них и спрос, что вся промышленность стоит. Мы же наоборот, героически спасаем ситуацию. А то, что мне делали 23 года, ну простите, меняем ситуацию. Это новые рабочие места. Это новые поступления в бюджет. Это решение социальных вопросов. Это развитие экономики республики. И здесь вообще непонятно, смеяться или плакать. Но нельзя в 21 веке скрыть правду в мешке. А правда в том, что Россия решила не тратиться сильно на содержание отжатых предприятий. И не то, чтобы с металлургией. С угольком вопросы решать не спешит. Уголь на паузе. В ДНР очередной угольный кризис, который по недоброй местной традиции пытаются замолчать вместо того, чтобы разрешить. Мы специально берем скрины с российских или лояльных боевикам ресурсов. Так, чтобы нельзя было отмазаться или визжать. Вы все врете. На сегодняшний день в республике сложная ситуация с отгрузкой угля. А точнее с ее отсутствием. Склады угледобывающих предприятий ИТЭС переполнены. В остальном же это общеизвестный факт. И никакого открытия тут нет. План с отжимом шахт и реверсом угля в Украину провалился. А других рынков сбыта просто нет. Большинство госпредприятий едва сводят концы с концами. И о тех перевооружении и капитальном строительстве на шахтах три года даже не вспоминают. Что получается на выходе? Склады некогда успешных шахт завалены углем. Но его никто не покупает. У России, как говорится, своих дедушек с гуталиновыми фабриками валом для своих шахтеров денег нет. Люди так до конца не могут получить своих денег. Живут в проголоде. По дорожной карте в мае и июне этого года должны выплатить 120 миллионов рублей. Как пояснил министр Тихонов, в корпорации развитие 5 миллионов рублей. Денег больше нет. Попробовали через Курченко возить донецкий уголь в Турцию, но там партии крошечные, а риск большой. В итоге даже на таких титанах, как шахты «Засячка» и «Комсомолец» Донбасса, шахтеров попросту отправляют в безоплатные отпуска. И это же только начало. С первого «Засячка» на месяц в бесплатный выгоняют. Бесплатный отпуск без сохранения заработной платы, согласно законодательству, может быть не более 15 дней в году. Наверное, что-то изменено в законодательстве ДНР, если работников «Комсомольца» Донбасса отсылают каждый месяц на две недели. На секундочку, при Украине «Засячка» работала всегда. Про зарплату вообще помолчи. А ведь были же еще такие блага, как санатории для шахтеров, центры реабилитации. А теперь пусть на «Засячка» честно ответят на вопрос, как там, в судах дают путевки, как раньше. На «Засячка» зарплата могла доходить до 1200 долларов. Был более-менее налажен льготный отдых и лечение шахтеров и их семей. В том числе и в Крыму, в пансионате «Солнечный камень». У профбюрократов на все вопросы рабочих тот же ответ, что и у всей остальной ДНР-овской власти. Война, граждане, всем тяжело, надо терпеть. Не в моготу? Идите в ополчение, а не отсиживайтесь за спинами героев Донбасса. Кстати, там платят вовремя. Или русский мир оказался чуток не для вас. Но это дело вкуса, конечно, лучше впроголодь в безоплатном отпуске сидеть. Сами ж добивались. Митингов-то никто не забыл. Пока мы едины! Донбасс не победим! Ну как? Че принес вам русский мир? Есть зарплаты, как в России? Регресс вовремя выплачивают? Каждый из вас отлично знает ответ. Как знает и то, что при фашистствующих украх можно было в случае чего касками асфальт размять. А теперь площадь праздниками забивают. 19 апреля на площади Ленина, там где должен был пройти митинг, вдруг движение «Молодая республика» развернуло игровые площадки и палатки для школьников и студентов. Лишь бы вас не слышать! Народная республика на вот таких терпилах только и держится. И скажите, что это не так. В целом же ничего нового. То, что для Захарченко с братвой шахты региона это в основном груды непорезанного металла, было понятно сразу. Так, так, ты обрискай, вырезано полностью, ничего не осталось. Даже надстройки, даже то, что сверху там эти копры несчастные режут, там не говорят же про вельсы, про там кобеля, которые внутри находятся. Ничего этого не осталось. Заметьте, это сами боевики говорят. На большинстве шахт, пока не ушедших под металл, работяги пахали по принципу, как бы с голоду не умерели. Где зарплата? Один доллар пока. Почему? На день шахтера? Шахтерам даже ни копейки не дать. Подворище никогда такого не было. Все же помнят протесты на Макееву Гле, которые удивительным образом не попали в сюжеты оплотов до юнионов. Так вот, возы ныне там. На Чайкина зарплаты толком не платят, работяг кормят завтраками и обещаниями перевезти работать на Северную. То есть вообще за идиотов народ держат, ведь каждый из них хорошо понимает, что Северная не резиновая и мест для всех не хватит. На Северной всего-то один участок добычной, куда все пойдут? Что же мы видим в это время на местных каналах? Угольная промышленность уверенными шагами выходит на довоенный уровень. Другими словами, работа по увеличению угольного фонда республики продолжается. Уже контракты подписаны и со многими странами Европы, и не только с Европой, и с Турцией, и даже еще дальше. Ой, сколько процветания! Жена, пришивай пятый карман, деньги уже некуда девать. И вот сейчас у нас персональный привет в шахте СОЦ Донбасс. Мужики, вот как вам вообще смотреть такие новости? Уже контракты подписаны и со многими странами Европы, и не только с Европой, и с Турцией, и даже еще дальше. Для тех, кто не знает, СОЦ Донбасс – это когда-то вполне себе успешная шахта в Калининском районе Донецка. В золотые времена там даже спорткомплекс отбахали, известный в народе как Купол. Теперь же шахта, если чем и знаменита, так это истериками работяг, да их родных в социальных сетях. Шахту в бесплатном отпуске с февраля месяца. Деньги за январь еще не дали, люди с шахты увольняются. Звонил начальник уже. Шахта стоит до 1 августа, чего и требовалось ожидать. Что делают местные папочки? Верно, кормят народ с завтраками. Мол, терпите, ща к августу с шахтерами решим вопросы. К августу месяцу именно проблему по коксам мы закроем. И мы нисколько не сомневаемся, что в августе будет к октябрю, а в октябре к Новому году. Нет, конечно, жалкие подачки из серии 10% за февраль они будут кидать. Причем про 10%. Мы это не пошутили. Деньги перевели. 13% февраля. Да и правда, человек ко всему привыкает. Еще с годок в таком режиме, и они за 5% кланяться будут. Да хором спасибо кричать. Но это все выбор людей. Так сказать, за что боролись. Но есть ведь глобальные проблемы. Ведь тот же Захарченко сегодня языком трепет почем зря, а завтра пойдет на лифте кататься до полета шмеля слушать. Никто и не вспомнит, что был такой. А людям на этой земле жить. Шахты центрального района Донбасса прекратили работы по добыче угля. Часть из них аварийно затапливается. Ну, инком вы понимаете, с чего он страшен. Заражение воды всего. Белая речка заработает. Потом выйдет в Буловинку. Буловинка в Донецк, Донецк, Днепр, Днепр, море. История с возможным затоплением юнкома – это просто жестяковая жесть. Шахта, где при советах проводили ядерный взрыв, теперь может оказаться под водой из-за затопления соседних шахт Полтавской и Янакиевской. Через 2-3 месяца вода в 2 раз пойдет на юнком, и мы не сможем нашими насосами ее отстоять. Исправить что-либо будет просто невозможно. Ведь с распилом в Дырляндии все чудесно, а вот с откачкой воды нет. Техническое состояние шахты в очень ужасном состоянии, поэтому она не сможет справиться. А теперь представьте себе, что радиоактивная вода поднимается все выше, смешивается с грунтовыми водами, да и просто уничтожает все вокруг. Сами жители собирают сходки, они хорошо понимают, что к чему. Раз они автоматически вот эту опасную затапливают, тогда и тени надо затапливать ради вот этого, чтобы люди остались живы. Мы бегали на работу под бомбами, некоторые даже спали на шахте, чтобы ее не затопить, и мы ее не затопили, и мы ее спасли. А теперь в мирное время почему-то ее хотят затопить. Но угадайте с одного раза, а показывают ли это по федеральным или недоросским каналам? Да, конечно, нет. Это не вписывается в концепцию вечных ПРМО. Проведенные длительные наблюдения за радиационной обстановкой подтвердили отсутствие опасности радиоактивного заражения окружающей среды. Давайте нам эту экспертизу, покажите нам эту экспертизу, и все, вы правы. Но вы нам не даете такого. Вопрос только в том, что они будут рассказывать, когда, не дай бог, действительно случится жесть с шахтными водами, о которой все говорят. Давайте-ка угадаем. Вылезет Басурин и скажет, что все это украдиверсанты. С торговым университетом же прокатило, и здесь прокатит. Ну, от тебя ничего не скроешь. Ну, есть такое дело небольшое. Вот только помните, что никакая пропаганда здоровья не вернет. Не, ну, безработица, то одно. Если сейчас радиация поедет, мы все подошли. Да нет, не радиация, значит, быстрее подошли. И почему-то, глядя на все это, вспоминается любимая новоросами фраза про Донбасс, которую никто не ставил на колени. Затопленные шахты, некоторые в безоплатном отпуске, а некоторые без зарплаты. Радиоактивная угроза на погоду. И при всем этом они даже не протестуют. Да, и впрямь на колени никто не ставил. Ведь сложно поставить на колени лежачего, которого все пинают, а он и не думает вставать. И вот в 2014-м фашизм вошел снова на наши земли. Теперь на местах, где были окопы, в которых сидели наши деды и прадеды, сидят наши отцы, братья и друзья. Бывают такие недели, когда вроде как и есть желание сюжет сделать весело и задорно, но не получается, потому что хочешь не хочешь, а злоба закипает. Что для незалежной перемирия? И почему перед обстрелами ДНР украинские военные включают фашистские марши? Включаешь, к примеру, вести недели. Куда ни плюнь, везде пропиндосовых охлов. Вроде бы как и ничего нового, но они же реально берега потеряли. Начало недели. Саперы армии ДНР прокладывают тропу по заминированному лесу. Это сюжет их топового военкора по фамилии Сладков. На секундочку, дядю сейчас в Донецкий университет как икону мироточащую возит. Мол, смотрите, молодежь, вот где правдару, явитесь без тигровой шкуры. Пообщаться с таким человеком наверняка хочется многим. Но профессию Александр выбрал такую, что большую часть времени он находится там, где большинству людей быть не хочется вовсе. А что же по факту, спросите вы? Ну давайте посмотрим на маэстро в деле. Вот, например, один из последних сюжетов Сладкова. Методичка привычная, коварная хунта обижает православных младенцев, девственницы ветеранов. В этом году самый жестокий обстрел выдержало село Безыменное. Видеоряд заставляет бабушек из Воркуты кабанчиком бегать за валидолом. Вот недопитки фашистские, что творят. Прямой наводкой, по людям, да еще и когда. 9 мая. Вот кадры разрушений. Это случилось 9 мая. Били по центру поселка, где возлагали святы к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Но вот это грозное Сталина на них нет, разоблачается за 20 секунд, потому что на канале Россия потоком, стряпая фейки, вообще не заморачиваются. И он к соседке попал, видите? То есть все разгромило. Это было в 19.10, начиная в 10. Дело было около 10 утра, говорит нам очевидец обстрела в Безыменном. Запомнили? А теперь давайте посмотрим на видео от Сладкова. Стрелял националистический полк «Азов», причем из старой советской пушки. То есть нам хотят сказать, что 9 мая в 10 утра солнце в районе Мариуполя только встает, да? Но это еще не самое смешное. Обратите внимание на деревья у пушки. Чего-то на них не хватает, правда? Мы подскажем, чего. Листвы на деревьях не хватает. Фейкометы попросту забыли, что 9 мая уже все вокруг, кругом цветет и пахнет. В итоге, если посмотреть их склейку, то вообще получается эпично. 63 снаряда разорвались в Безыменном. Организатор обстрела, офицер Азова Жорин, получил всего лишь выговор. Снаряд вылетел, листьев нет. Прилетел, листья есть. Чудеса, да и только. Эко укропов времена года быстро меняются, оно и не удивительно. Ведь, чтобы поразжигать ненависть, правда, Руб Сладков взял видео 2015 года. И даже не постеснялся наложить на старый баян вот такой титул. У кого-то еще есть сомнения, почему этот заяц так лестно отзывается об Эдичке нашем Басурине. Медсанж Басурин, которого я глубоко люблю и уважаю, действительно, это человек есть, он обаятелен и строг, и глаза чувством юмора. И мы ни разу не удивимся, если некоторые перлы даже разрабатываются совместно с Басуриным. Просто почерк уж больно узнаваемый. Из серии «Курю много» с логикой не дружу. Он сказал с присущим ему чувством юмора, что потерпевших нет, но, возможно, это можно будет квалифицировать как теракт. Вот и смешно фейканув с обстрелом безыменного, журналист канала «Россия» не остановился и пошел брать схрон укров в серой зоне. Мы снимали, как под горловкой, на нейтральной полосе. Разведчики армии ДНР брали склад с оружием. Все же понимают, что серая зона – это вам не хухры-мухры. Территория простреливается кругом растяжки. Вот и Сладков поначалу снимает боевичок. Вот сигнальную ракету даже нашел. Дом пристрелен, судя по всему, все это шумовое для подачи знака. Но дальше, по всей вероятности, стояла задача удивить ватного зрителя, который такую пургу смотрит через день. Одна беда – в погоне за сенсацией фаикометы явно переборщили. Вы только послушайте, сколько оружия и взрывчатки якобы укры якобы принесли в серую зону. Всего разведчикам удалось вывезти 2 тонны 283 килограмма боеприпасов и взрывчатки. Больше двух тонн! Бинго! А вы еще сомневались в мощи украдиверсантов. А вам слабо 2 тонны в трусах полями пронести? Ха! Учитесь, слабаки! Разведчики умудрились загнать на нейтральную полосу большой грузовик, чтобы все увезти. Финал сюжета получился из рубрики «Сгорел сарай, горе и хата». Люди, которые вначале героически обезвреживали растяжки, в конце спокойно подгоняют целый грузовик. Тротиловая колонна, грузовик и сопровождение благополучно выехали в тыл на полигон. И ты смотришь и думаешь, как? Ну вот как можно быть настолько упоротыми? А еще думаешь о том, что вырастет из тех, кому этот сладков дает мастер-классы? Очередной басуринг или новая грядка смешных девочек для юниорка? Ведь если маэстро может такие фейки бомбить, то почему им нельзя? Мы хотели закончить этот сюжет по-другому, но потом увидели вот эту жесть от московского комсомольца. Почему жесть? А потому что по-другому это не назовешь. Обвинен в расстреле школьника. Крымский ополченец повторяет судьбу полковника Буданова. Автор берется за тему задержания в России одного из лидеров боевиков Вадима Погодина с позывным «Керчь». Того самого Погодина, которого на секундочку обвиняют в расстреле 16-летнего кроматорчанина Степы Чубенко. Сейчас экс-командира батальона ополченцев «Керчь» 46-летнего полковника Вадима Погодина обвиняют в расстреле 16-летнего юноши-правосека. Мы за эти три года видели многое, но вот конкретно это было слишком даже для этих клоунов. Ребятушки поставили себе цель оправдать убийство ребенка. И это сложно читать, чтобы не разбить монитор. 16-летний кроматорский школьник Степан Чубенко, несмотря на юный возраст, был яростным проукраинским патриотом. То, что подросток поддерживал радикальные идеи и совершал экстремистские поступки, никто и не отрицает. Экстремист? Да? Есть факты? Или вы там убогие совсем приболели? Не придумали ничего лучше, чем повесить ярлыки на мертвого ребенка? Степан целенаправленно отправился в Донецк, как разведчик правого сектора. Он должен был выполнить их приказы, не исключено, что и совершать диверсии. И вот уже Степа Чубенко для ватной публики превращается в экстремиста и разведчика правого сектора. Уверены, что половина читателей даже кивали, читая, мол, правильно расстреляли, заслужил, как якобы заслужила и чеченская девочка, которая после изнасилования российским полковником Будановым вдруг стала коварной снайпершей. Когда-то Буданова обвинили в убийстве 18-летней Эльзы Кунгаевой, предположительно, чеченской снайперши. Годы идут, работают одни и те же схемы. Убил девочку в Чечне, убил ребенка в Донецке, молодцы герои опора Отечества. И еще, так сказать, на погоны в рубрику отборного цинизма. В апреле 2014 года я уехал в Донецк, где вступил в ряды ополчения ДНР. Создал батальон, командиром которого и являлся. Агенты госдепа из крымской полиции передали нам почитать показания, которые задержанный Погодин давал в участке. Там есть много интересного, но нам почему-то запомнился вот этот абзац. До конца февраля 2015 года я был в Москве у своих знакомых Елизавета и Глеб Глинка. Семья Глинок. Помните, кто это такие? Нет, о мертвых, конечно, либо хорошо, либо никак, но просто вот ради справедливости скажите, а каково это одной рукой спасать детей, а другой принимать в своем доме убийцу ребенка? Или, может, не знали? Да нет, отлично знали. Ведь тогда уже история ходила вовсю, и была одной из причин бегства Погодина из Донецка. Выводы каждый может сделать сам, но лично мы боимся, как бы ни стошнило, когда в следующий раз они станут визжать, мол, мы русские, с нами правда и Бог. Редактор субтитров А.Семкин